Меня зовут Фокина Юля, мне 28 лет, я родилась в городе Вологда. Я устала быть похожа на мальчика. В туфлях, в платьях, мне некомфортно. Принцессой меня родители не называли. Может, потому что они до последнего месяца маме говорили, что будет сын. Прадед сказал, если вы назовете в честь меня Степой, я отдам вам решение до херена бабла. Я родилась девочкам. Так я испортила жизнь родителям. Я очень хочу, чтобы меня начали воспринимать как леди. Я не знаю, что мне делать. Я знаю, что тебе делать, Юля, иди сюда. Привет, дорогая. Привет, Ксюша. Юля. А кем ты работаешь? Аниматором. А, ты детский аниматор? Да ладно. Привет, ребятки, девчонки, мальчишки. Я Феечка. Давайте похлопаем, ножками потопаем, повылубаемся, посмеемся. Мне уже начинает надоедать, находиться в атмосфере детства. Я хочу, чтобы моя жизнь хоть где-то менялась. То есть я на работе играю, мы собираемся в компании. Юля, давай нас всех развлеки. Я от этого просто-напросто очень устала. У тебя, молодой человек, есть? Отношений нет? Были? Да. Но они все заканчивались на том, что я не женственная, не девушка, я вот братан. Кто разрывает отношения? Скорее всего, я ухожу из серии, потому что они находят себе девочек в юбках, так скажем. То есть неверны мне. Это или моя подруга какая-нибудь более симпатичная, или на стороне какая-то девочка понравилась. Ну, какая-то случайная ночь, и как бы я уже ношу ручку. А, они тебя изменяют? Ну, почему, конечно. Таким, как я, изменяют. Почему? Им же хочется посмотреть на красивую девочку, на такую картинке. А я не такая. Ты защищаешься вот этими оранжевыми штанами, вот этими носками с волчонками. Почему ты боишься стать женщиной? Что тебя так пугает в этой женственности? Может, это какой-то протест. Меня не воспринимали никогда как девочку. Ну, и ладно. За школу? Да, да, это вот как... То есть всем девчонкам там из серии говорили комплименты, посылали валентинки, кого-то дергали за косички. С тобой хотелось поиграть им в футбол. Да, все верно. Хорошо, ты пробовала надевать юбки, красивые тупы, вставать на каблуки и делать себе мейк с укладкой? Пробовала, но это безуспешно. Или мне некомфортно просто в этом образе? Я не знаю. То есть мне просто нужна какая-то помощь со стороны, которая люди реально в этом разбираются. Если ты хочешь, чтобы ты стала леди, мне кажется, это несложная работа, просто там проблема в другом. Надо обязательно поговорить с нашим психологом, потому что я хочу понять, почему ты в этом так застопорилась, а мы это обязательно выясним. Хорошо? Конечно. Спасибо большое, что пришла. Спасибо. Юлия Фокина хочет раз и навсегда покончить с образом пацанки. По какой причине Юле не удается стать женственной, разберется психолог Владимир Дашевский. Юля, привет. Привет. Тебе кофе? Спасибо. Меня зовут Владимир Дашевский, я эксперт перезагрузки. Расскажи, вот в чем тебе нужна наша помощь? Мне кажется, что я остановилась где-то лет 16-18. То есть я до сих пор такой подросток. А сколько тебе лет? Мне 28 в этом году. Мне все еще весело. Каждый день какие-то вечеринки, тусовки, поездки, футбол, концерты. То есть это то, что должен прожить был человек до 18-20. А я никак не могу это бросить, мне кажется, ты настолько весел, ты прям, ну, мое я. Тебе не хочется взрослеть? Да, абсолютно. Но это надо, это нормально. Но я не могу. Понятно. Скажи, пожалуйста, а вот я слышал, ты рассказывала об этом в своем профайле, что ты очень много употребляешь алкоголя. Все собрались на концерт, мы идем на концерт, сидим там пиво пьем. Если нет концерта, мы в баре сидим пиво пьем. Если карантин, мы дома с ним пиво пьем. Все крутится вокруг пива. Мне кажется, что я такой безопасный алкоголик. Ну, подумаешь, вечером пивка подвела, и что? Вроде как таковой проблемы нет, но не бухать я уже не помню, когда я не бухала. Друзья, бар, там какие-то концерты, футбол. Я устала от этого бесконечного веселья. Может быть, мне как-то мозги на место вправите? Я, может, перестану ездить по выездам, там, сжечь фаера, и жизнь вообще повернется туда, куда надо. На самом деле, где-то очень одиноко, хотя вокруг меня постоянно крутится большое количество людей. Мне от этого тяжело. Я бы хотела это поменять, только я абсолютно не знаю, как. Мне нужна прям помощь. В свое время, чтобы казаться более привлекательной, Юля проколола язык. О том, какой вред принес пирсинг, ее зубам расскажет стоматолог Роман Мурулиди. Да, это сделано для того, чтобы быть, наверное, более привлекательной в глазах мужчин. Но надо понимать, что пирсинг в то же самое время вредит твоему здоровью. У Юли вся боковая группа зубов достаточно сильно поражена кариозными процессами. То есть необходимо будет приличить каналы, запломбировать их, обработать, затем поставить пломбу. И в этом случае у нее будет совершенно идеальная улыбка на всю оставшуюся жизнь. Следующим этапом преображения Юли будет консультация косметолога Юлии Чеботаревой. Юля часто не спит ночами и ходит на тусовки, что, естественно, не может не сказаться на ее лице. 27 лет – это пограничный возраст. Очень часто именно в этом возрасте появляются первые возрастные изменения. Очень-очень вредно не спать ночами, пить алкоголь. И поэтому для Юлии, чтобы она сохраняла свою прекрасную внешность, мы подобрали ряд процедур, которые сотрут с ее лица следы бессонных ночей. И впредь, глядя на этот прекрасный результат, Юля будет вести здоровый образ жизни. Юля устала от разгульного веселья. Она мечтает повзрослеть и создать идеальную семью. Папа и мама – полноценная семья. В этом-то, видимо, какая-то у меня задача, какой-то пунктик. То есть все одноклассницы уже третий развод, а я еще и на первый не сходила. Прямо сейчас Юлю ждет эксперимент с психологом Владимиром Дашевским. Юля очень хотела оказаться в какой-то идеальной семье, там, где она могла бы быть женщиной, и у нее был бы муж и дети. И поэтому мне захотелось создать для нее такие условия. Идем. Так. Так, 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 разворачивайся. Снимай, пожалуйста, повязку. Здравствуйте. Это Ариана Эмира, Дмитрий. И это твоя семья. Понарушку. Было, конечно, очень удивительно. Девочки такие идеально красивые, муж. Как на картинке. Прямо сейчас мы будем снимать рекламу идеальной семьи. И я хочу пригласить сюда человека, который поможет снять вот нашу прекрасную рекламу. Фотограф мне понадобился для того, чтобы помочь Юле влиться в эту сцену, да, и быть руководителем того, что происходит. Юль, мне нужно, чтобы ты мне помогла. Как ты видишь идеальную семью? Как мне лучше вас посадить, поставить в твоем восприятии? Девчонки, улыбаться умеете? А может, мы встанем за столики туда? Мы будем делать все, как ты скажешь. Ты сегодня режиссер этого проекта. Режиссер, хорошо. Давайте тогда у нас будет веселая семья. Мы будем махать ручками. Девчонки, машем ручками. А мы что делаем? А мы веселые семья, мы дожди. Угу. Давайте делать вид, как будто мы ужинаем. Да? Да. Я не могу без сестрички. Без сестрички не можешь есть? А давайте вместе кушать. Ты что, не хочешь? Можно, если ты немножечко, немножечко так построже. Давай, нужно покушать девчонки. Девчонки. Юля чувствовала себя очень некомфортно в роли жены, как будто не в своей тарелке она была. Чувствовала, что ей страшно. Даже где-то до дружек. Юль, посмотри, пожалуйста. Как ты считаешь, это рекламная фотография? Нет. А что тут нужно изменить? Мы не знаем. А ты чего опять у нас грустная? Ты что, улыбаться не умеешь? Я с этим не сталкивалась никогда. Вот эти какие-то семьи, взрослая жизнь. Я сидела и думала, что я делаю вообще здесь, сейчас. А можно у тебя попробовать? Не делиться с папой? А помашу меня взять? У тебя мама берет. А можно у тебя тут? Можно? Разрешишь? Супер. Юля, а это реклама? Что еще не так? Как ты считаешь? Я не знаю. Ты режиссер, ты видишь? Я такой режиссер. Руководить фотосессией у меня не получилось. Чужие люди, дети. Я реально не знала, что надо делать. И я вот сидела и прям тряслась. Мы с тобой пытались сделать такую красивую глянцевую фотографию. Иллюзию счастливой семьи. Что у тебя получилось? Я не справилась с этой задачей. Ты же мне сама говорила, что я хочу сюда, я хочу эту картинку. Да, да. Что помешало? Не знаю, страх какой-то. Может, это не мое? Что не творит? Жить в семье. А где тебе жить? Не знаю. На трибуне Спартака? Да. Для того, чтобы семья была не пластиковая, а настоящая, Юле нужно прежде всего поверить в то, что это возможно. Я хочу, чтобы ты сейчас закрыл глаза и представила на несколько секунд буквально твою идеальную семью, настоящую. Расскажи, что ты видишь. Муж. Как он выглядит? Как бог. Он высокий. Брунет. Так, что еще? У нас есть дети. Сколько? Один. Маленький. Мальчик. Как ты одета рядом с ним? У меня платье, туфли, у меня красивые длинные волосы человеческого цвета. И вот мы гуляем вокруг дома с коляской. Мы счастливы, нам есть с чем поговорить. Очень хорошо, теперь я прошу тебя, знаешь что? Вот, закрой глаза, закрывай, закрывай, закрывай. Мысленно сейчас войди в эту фотографию и подойди, пожалуйста, к Юле, которая находится там. И спроси у нее, что нужно сделать для того, чтобы оказаться здесь. Возможно, она поделится опытом. Ты можешь даже мне не рассказывать, но только обязательно услышь. Есть? Что-то есть. Я сейчас сразу плачусь. Вроде бы есть какие-то ответы, но они так глубоко-глубоко во мне, что мне как-то сложно даже себе признаться где-то, что я могу быть счастливой. Скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь сейчас? Замотивирована на прекрасное будущее. Отлично. Дай пять. После нашей беседы я решила, что я хочу счастливой жизни. То есть я буду идти к тому, чтобы у меня появилась семья, и я стала счастливой какой-то мамой. Это стилист Катя Гершуни. Именно она сможет разрушить Юлин образ пацанки и превратит ее в истинную леди. Юлин образ пацанки и превратит ее в истинную леди. О-о-о! Что, так можно было? Вот это да. Класс. Ты находишь что-то такое знакомое в этом комплекте для себя? Да, что-то вот вроде бы цвета те же, а образ совершенно другой. Я хотела повторить цвет твоих волос. Такое интересное сочетание розового и желтого. Да? Я в восторге. Я, правда, обратила внимание на твою ножку. Я не знала о том, что у этой девушки такая татуировка. Что с этим делать-то будем? Я не знаю. Ну, может быть, со временем ты решишься вывести этот момент. Я не знаю. Слушай, но это еще не все. Тебя ждет второй комплект. Скоро от любопытства. Ты хочешь, посмотрешь? Тебе понравилось? Нет! Давай. О, боже! Ты меня удивляешь все больше и больше. Это я? Сейчас ты выглядишь не просто как леди. Ты выглядишь как первая леди. Класс. Как ты думаешь, Юля, вот в таком образе молодые люди перестанут тебя воспринимать, ну, как своего такого парня, другана? Вот очень надеюсь на это. Безусловно, одежда играет огромное значение, играет большую роль. И мне кажется, в твоем случае это сто процентов сработает. Я надеюсь на это искренне. Юле предстоит встреча со стилистом по волосам Евгением Жуком и визажистом Юрием Столяровым. А это значит, что финальное преображение Юли уже не за горами. Юля, привет! Привет! Меня зовут Юра, я визажист. Мне хочется тебе дать какой-нибудь очень правильный совет по макияжу, который поможет тебе даже каждый день, делая макияж, выглядеть более солидно. Я обращу внимание на форму глаз. Мы можем немного подкорректировать, сделать таким образом более выразительным, но при этом надо еще обратить внимание и на форму бровей. Это простой очень прием. Для этого нам понадобится карандаш для века и карандаш для бровей. Все. Смотри, мы можем не подводить весь глаз, но нам нужно немного подчеркнуть внутренний угол глаза и внешний угол глаза, при этом расширяя линию ближе к внешнему углу. Центральную часть века я вообще карандашом не окрашиваю. Давай немного растушуем границу карандаша. Это поможет сделать глаз немного больше. Нанесем хотя бы один слой туши и займемся бровями, это очень несложно. Не делай их слишком тонкими, это не нужно. И немного приподнимай хвостик бровей, не делай ее падающей. Смотри, даже делая каждый день вот такой несложный макияж, ты сделаешь себя чуть ближе к той леди, к которой ты стремишься в финале. Это новое, а ты закрути. Привет. Привет. Чем я могу для тебя быть полезным на этом проекте? Что-то сделать с моими волосами убитыми просто насмерть. А можешь мне показать вообще, какие образы у тебя были? Так, ну давай. Это ты, да? Да, это мне вот 14 лет, я пошла получать паспорт. Кошмар такой. Я редко вообще говорю такие слова. Я стараюсь как-то толерантно подходить, но вот я сейчас смотрю на фотографии, это жесть. Это, мягко говоря, не идет тебе. Я догадалась спустя несколько лет. Дальше голубой у меня образ. Прекрасно. Перегидрольный блонд. Была темная, темный вариант. Прекрасно, натурально, сдержанно, но чувствую, в какой-то момент для тебя это показалось скучным. И что произошло? Розовый. Розовый. Ты понимаешь, что в принципе ты можешь покраситься вот сегодня при помощи меня? Это понятно. В любой цвет. Очень хотелось бы в человеческий. Тогда давай скорее начнем окрашивание. Я обещаю, что тебе так понравится новый оттенок, что завтра ты не захочешь перекрашиваться ни в синий, ни в красный, ни в розовый. Буквально через мгновение осуществится мечта Юлия – стать истинной леди. Продолжение следует. Мать честная, это что? Это не леди. Это женщина. Прям вот в годах. Я не хотела настолько повзрослеть. Как будто бы меня уже там пять раз бросили, семеро по лавкам. И вот я такая отчаянная. Я сейчас заплачу. Думаю, плачу. Для меня реакция Юлии была неожиданной. И у меня возникла идея, что она просто не может принять свой новый образ. Потому что старый очень сильно к ней прилип. А что Нитаро? Мне некомфортно. Что тебе некомфортно? Ну вот какие-то бицуха какая-то. Что это такое? Это называется валаны. Ну вот это что за глаза? Вот я зареванная женщина, убитая жизнью. Подожди секунду. Глаза – это вроде бы как смоки айс. Но то, что я знаю точно, вот сейчас ты совсем не девчонка-пацанка. Ты леди. Ты очень круто выглядишь. Вот скажи честно, поклянись, что тебе нравится эта девочка. Зуб заю. Вот Спартак что никогда чемпионом не станет? Вот так и скажи. Если тебе нравится эта девочка. Так скажу. Вот Спартак никогда не станет чемпионом. Это сто процентов красиво. Хорошо. Владимиру я поверила, да. Я ему с первого дня себя расположил. Поэтому, когда он сказал, Юля, правда, это красиво, мне стало легче. Я успокоилась. То есть я не сошла с ума. Все нормально. Я слышал, что в вашей семье есть легенда. Так. Которая гласит, что родители, когда ждали тебя, они ждали мальчика. Да, да, да. И как должны были его назвать? Степан. Степан. Я хочу, чтобы ты сейчас закрыла глаза. И ты могла бы навсегда проститься со Степаном в своем сердце. Здравствуй, Юленька. Привет. Здравствуй, дорогая. Я поздравляю тебя с твоей перезагрузкой. Ура! Спасибо. Днем рождения, Юля! Днем рождения! Днем рождения! Ура! 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 Днем рождения! Ура! Ура! Это было так мило, так трогательно, так неожиданно, главное. Просто готова была тут развизжаться, раскричаться от счастья. Это просто вообще офигеть. Юленька, дорогая, сегодня ты родилась. Сегодня твой новый такой девчачий день рождения. Мы, наша команда перезагрузки, в течение всего месяца вынашивали нашу прекрасную девочку. Мы вынашивали твой новый стиль, твой новый образ, твою женственность и вообще такую прекрасную тебя. Юль, а еще мы вынашивали твой новый образ жизни на самом деле, потому что это не та девочка, которая пьет пиво с пацанами под забором. Это та девочка, которая тусуется в классных клубах. Хорошо. Это та девочка, которая ходит на светские рауты. Это девочка, которая тусуется. Это девочка, которая зажигает и может позволить себе абсолютно любой образ. Вот скажи, девочка из этого торта, что бы съела? О, боже. Ну, давай, давай. Конечно, клубничку. Ну, делай. Клубничку, клубничку. Она мытая? Нет, она не мытая. Она на торт ест. Конечно, нет. Сюрпризы не заканчиваются. Я вас уважаю. Там и тебя тоже. Там и тебя тоже. Я так поняла. Хочешь шикунуться? Нельзя. Это оставить в прошлой жизни. Я готова сегодня отпраздновать прощание с этой пацанской жизнью. И с этой минуты я буду поддерживать образ девочки. Спасибо перезагрузке, что объяснили. Да ладно? Да блин, я так и знала. Юля, ты не знала. Ты че? Кто это? Я не знаю. Это Юля. Я по татуировке узнала. Ну, с такой я точно не пойду бухать под забор. Ты сейчас классная, ты сейчас роскошная женщина. Вот теперь все мужчины твои, все-все твои. Я бы тебя не узнал, честно. И мимо бы прошел? Нет. Нет, мимо уже бы не прошел. Я бы испугался познакомиться. Я бы очень засмущался. Вообще. Я искренне верю всей команде моим друзьям, которые мне подтвердили 100%, что вот такие девочки нравятся мальчикам. И тогда я уверена, что все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!